Освоение средств по программе Нурлужо и средств национального фонда ведется очень активно по пяти направлениям. Первая поддержка предпринимательства кредита экспортерам. Средства в размере 45 миллиардов тенге, поставки не превышающие 12,5% годовых, будут освоены до 1 ноября, выданы полностью конечным заемщикам. На сегодняшний день Шимкент, Майер, Жи Брэнс, Маслодел, Евросказ, Пенсталь получили одобрение на сумму 9 миллиардов тенге. 11 проектов на сумму 31,9 миллиардов тенге в ближайшее время получат заключение о статусе финансирования. И в итоге все эти ресурсы будут доведены до конечных заемщиков до 1 ноября 2016 года. Второе направление. Строительство жилья через казахстанскую ипотечную компанию. Было выделено 22,5 миллиарда тенге. На сегодняшний день на сумму 22 миллиарда тенге заключены контракты с застройщиками общей площадью 128,5 тысяч квадратных метров, что предусматривает 2008 квартир и их сдачу. Из них 148 квартир уже сдано. По незаконтрактованным 500 миллионам ведутся конкурсные процедуры. Подрядчикам на объектах перечислено 12 миллиардов 800 миллионов тенге. Дальнейшее освоение до конца года осуществляется по актам выполненных работ. Третье направление. Использование 113 миллиардов тенге на строительство арендного жилья для очередников местных исполнительных органов и кредитного жилья для вкладчиков жилстрой Сбербанка. По решению Государственной комиссии по вопросу модернизации экономики 28 июня, из этих 113 миллиардов тенге 25 миллиардов тенге перераспределены в Банк развития Казахстана на краткосрочные меры по стимулированию экономического роста. На сегодняшний день байтерик-девелопментом заключены договора на сумму 61,6 миллиардов тенге. Непосредственно подрядчикам перечислена сумма по состоянию на 8 августа 9 миллиардов 800. В течение последних двух дней также дополнительно освоена сумма 600 миллионов. Фактическое освоение, то есть доведение до конечного, составляет 10 миллиардов 361 миллион тенге на сегодняшнюю дату. Также имеются меморандумы на сумму 35 миллиардов 200 миллионов тенге. И после предоставления полного пакета потенциальными партнерами-застройщиками, байтерик-девелопмент заключит договора инвестирования. По всем ресурсам будут проведены полностью процедуры отбора проектов. Следующее направление – строительство местными исполнительными органами кредитного жилья для вкладчиков жилстрой Сбербанка. Здесь 67 миллиардов тенге получены байтерик-девелопментом, из которых также 25 миллиардов тенге, которые планируются использовать в 2017 году на краткосрочной основе, переданные в Банк развития Казахстана. По остальным суммам полностью проведены все процедуры выкупа ценных бумаг акиматов. По состоянию на 8 августа – это было 8 акиматов. В течение последних двух дней проведены по 9 местным исполнительным органам торги на казахстанской фондовой бирже, дополнительно на сумму 17,3 миллиарда тенге. На данный момент сумма в размере 33 миллиарда тенге поступила в местные исполнительные органы по всей республике. Дополнительно акиматам Казалардинской области совместно с Министерством национальной экономики и финансов вносятся изменения по увеличению лимита долга, которые позволят разместить после принятия соответствующих решений дополнительный объем ценных бумаг на сумму 5,2 миллиарда тенге до конца текущего года. По кредитованию вкладчиков Жилстройсбербанка было получено 22 миллиарда тенге. Дочерняя организация Жилстройсбербанк на данный момент деньги находятся на специальном счете в Национальном банке Республики Казахстан и освоение средств будет осуществляться по мере ввода жилья по программе. Планируется в течение двух ближайших лет выдать на эту сумму более 2000 ипотечных займов. Таким образом, все выделенные средства из Национального фонда доводятся до конечных получателей. Благодарю за внимание. Продолжение следует...